Наши исследования вышли на такой стеди-стейт, я бы сказал, когда все успешно работает и очень важно то, что помимо того, что оборудование у нас работает хорошо, наши сотрудники достаточно хорошо владели методиками исследований и сейчас проводятся исследования на очень хорошем уровне. Из исследований мы продолжаем исследования в области развития нервной системы и это в первую очередь физиология развития нервной системы, а также и патофизиология различных патологий, которые связаны с развитием, в частности, эпилепсии. Есть планы исследования ишемии головного мозга. Из наиболее интересных наблюдений, которые были сделаны за последний год, я бы отметил несколько. Первая – это работы, в которой участвовали казанские аспиранты. Это Дима Сучков, Оля Митрухина и наш коллега из Франции, Марат Милибаев, который тоже является сотрудником нервной биологии. Эта работа была посвящена исследованию развития самоатсенсорных карт в голове у крысят во время рождения. В этой работе решался очень интересный вопрос о том, в какой степени развитие головного мозга, в частности, в той части, которая касается ощущения самоатсенсорной информации, то есть тактильной информации и проприцептивной информации в нашем мозге. В такой степени эта карта представительства нашего тела, головного мозга, развивается в соответствии с генетическими законами. Или же активность, которая обусловлена внешней средой, тоже может влиять на это развитие. И вот оказалось, что генетические карты головного мозга формируются довольно неточными. И для того, чтобы они сформировались правильно, необходима активность со стороны сенсорных органов и внешней среды. Довольно интересный фрагмент был сделан Юлией Лебедевой, тоже аспирантом из Казанского университета, в котором и другими сотрудниками кафедры физиологии. Эта работа касалась того, каким образом различные вещества, с которыми может соприкасаться ребенок в процессе развития, могут влиять на развитие мозга. И в частности, были исследованы такие вещества, которые относятся к классу общих анестетиков, с которыми ребенок может соприкасаться в момент хирургического вмешательства. А также исследовалось воздействие танола, активность нервной системы у развивающихся крысят. В этой работе было показано, что во время первой недели после рождения, что соответствует, примерно, второй половине беременности у человека, эти вещества, этанол и общая анестетика оказывают полное угнетение активности нервной системы. Причем, скажем так, однократное введение этанола, которое соответствует такой однократному приему алкоголя, вызывающему очень сильно пение у человека, приводило к полному подавлению активности в течение, как минимум, шести часов. В то время как у взрослых животных мы наблюдаем типичные эффекты состояния, во-первых, комы, алкоголь, и у алкоголя электроэнцефалограммы видим медленно-волновую активность. То есть, хотя происходит подавление активности также и у взрослых животных, но этот уровень подавления намного-намного меньше, чем у детей, у которых, я напоминаю, алкоголь и вот эти анестетики полностью оказывают активность мотива. Почему это интересно и важно? Потому что было показано, что вот эти вещества, если они экспозированы к ребенку, маленькому, да, к осенку или к кладу приматов, тоже такие эксперименты были сделаны, они вызывают очень мощную стимуляцию смеха. Например, в те дозировки алкоголя, которые мы исследовали, они вызывают, к примеру, половины количества нейронов в коре головного мозга новорожденных крисов. Наиболее чувствительный участок головного мозга. И результатом этого является известный в науке и в клинике фитальный алкогольный синдром. То есть, те дети, которые рождаются у женщин, которые принимали алкоголь во время беременности, возникают очень серьезные дефициты нервной системы у плода после рождения. То есть, вот эти наблюдения, они еще раз звонят в колокол угрозы приема этанола, алкоголя беременными женщинами. Ни в коем случае нельзя этого делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!